Привет! И, конечно же, я навру вам, если скажу, что с морскими контейнерами всё идеально. Нет, конечно, не идеально, и хотя очень многие линии не требуют депозит и разрешают ввести в Россию, ну вот, например, OCL я сегодня оформил, они выдали релиз без всякого депозита, без всяких условий, то некоторые другие компании, первый вариант, вообще не разрешают вывоз контейнера в Россию, ни при каких условиях. Вот перед вами такая оговорка в релизе, в релизноуте, что контейнер вывезен в Россию вообще не может. Соответственно, если вы подаёте в Стивеко терминал-эдвайз с российским перевозчиком, то Стивеко вам его возвращает обратно с просьбой указать финского перевозчика и Тэшку до финского склада. Ну и, соответственно, есть некоторые линии, вот перед вами ещё одна линия, которая требует депозит, причём, как вы видите, депозит, он довольно-таки кусачий, и очень многие клиенты отказываются от этого депозита по одной простой причине, что они даже, может быть, и могут заплатить его, но как им этот депозит возвращать, потому что как только эти деньги вернутся к ним на счёт, они 80% должны продать государству за рубли. И в этой ситуации, в общем-то, решение одно, и оно очень простое, это перегруз в тент. На самом деле, в Котке, вы сами знаете, складов очень много, и мы тоже этим грешим, мы тоже перегружаем в машину. Как это приблизительно выглядит? Вот приблизительно так вот, это вот только что загруженная машина, так вот выглядит склад, и есть несколько нюансов. Первое, склады сейчас забиты, забиты той продукцией, которая прибыла в Котку, но которая по разным причинам, в общем-то, выехать из Котки не может. Соответственно, ждём, пока таможня даст какое-то добро, клиент сделает какие-то письма о двойном назначении, и получатель сделает письмо о конечном пользователе. Всё это достаточно длительная процедура, поэтому склады забиты. Поэтому первый вопрос, есть ли возможность почти прямого перегруза, то есть сегодня выгрузили на склад, а завтра забрали в тенте, то цена очень низкая. Если груз на палетах, то цена очень низкая. Ну, а так, в принципе, у меня на сайте цены указаны, ну, наверное, за контейнер от 200, ну, не знаю, до 700, до 800 евро. Это только чистый перегруз. Ещё нужно из порта доставить контейнер на склад, соответственно, тэшку сделать из порта до склада, соответственно, тэшка на выход, документы на выход и рапорт таможни. Всё, в общем-то, в целом, это не самое дешёвое занятие, но тем не менее иногда это дешевле, чем потерять груз, и иногда это дешевле, чем платить депозит, и потом непонятно, как его обратно возвращать. Ну, вот в двух словах про систему перегрузов по грузам, которые в том числе перенаправляются к нам в Котку из Ортердама и Гамбурга. Берегите себя. До очень скорых встреч. Пока.